Артур Бетербиев против Александра Гвоздика. Противостояние двух именитых боксеров-любителей по правилам профессионального бокса. Объединительный бой непобежденных бойцов, когда-то встречавшихся друг с другом на любительском ринге. Кто победит, а кто проиграет? Попробуем разобраться. Карьера обоих боксеров в любителях была во многом схожа. Артур, как и Александр, выступал в золотую эпоху постсоветского любительского бокса. Гвоздик был частью бесподобной украинской команды, в составе которой жовто-блокитные завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпиаде в Лондоне, заняв второе общекомандное место после страны-хозяйки. А Бетербиев, став чемпионом мира в 2009 году в Милане, так и не сумел показать свой уровень на Олимпийских играх, где участвовал дважды в 2008 и 2012 годах. После весьма неплохой и довольно равнозначной любительской карьеры оба бойца перешли в профессионалы, и стоит признать, в профессионалах судьба была более благосклонна именно к украинскому боксеру. Артур испытал огромное количество проблем в Канаде, куда отправился развиваться в 2013 году, подписав семилетнее соглашение. Уже тот выбор промоутера в лице не очень известного Ивона Мишеля, а также страны, где бокс, как таковой, не является самым развитым видом спорта, говорил о том, что Артура легко не будет. Но на тот момент это были самые выгодные для него условия. Гвоздик же, отдохнув после Олимпийских игр полтора года, в 2014 году отправился прямиком в США, Мекку Бокса, и подписал контракт с крупнейшей фигурой промоутерского цеха компании Топ Рент, которая теперь является и промоутером Бетербиева. Собственно, именно поэтому поединок за объединение поясов стал возможным. Несмотря на рекорд в 14 побед и 14 нокаутов, Бетербиев все же не без труда справлялся со своими последними соперниками. За годы, проведенные вне постоянной боевой практики, Артур заметно подрастерял скорость и просел в технике. Однако сумел сохранить постоянный боевой настрой и свой главный козырь, который не раз будоражил каждого соперника чеченского парня в любителях, нокаутирующую мощь. Тем не менее, даже будучи в своей самой лучшей форме, а это, на мой взгляд, времена десятилетней давности, Артур испытывал проблемы с технарями, исповедующими активное передвижение на ринге, постоянную работу ног и контратаки. Собственно, именно поэтому Бетербиев так и не смог ни разу победить Александра Усика в его весе, хотя встречался с ним дважды. Александр Гвоздик все же это далеко не Усик в плане скорости передвижения, однако он умеет работать в схожей манере, что доказал бой с Адонисом Стивенсоном, где Гвоздь довольно легко пережил первый шторм канадца на его родной земле и просто заставил капитулировать в конце боя. Правда, также побывал на грани нокдауна. Однако Гвоздик тоже обладает нокаутирующей мощью, чего нельзя сказать, например, об Александре Усике. Так что в плане соперника Артуру Бетербиеву достался настоящий универсал. За последние годы мы видели Артура только в качестве боксера Рубаки, который просто перебивал своих оппонентов за счет мощи, но поединок с Гвоздиком потребует от него гораздо больших качеств. Итак, в чем же преимущество одного боксера над другим? Начнем со скорости передвижений. И тут Гвоздик явный фаворит. Он практически никогда не застаивается, постоянно кружит над соперником, пусть и не так, как это делает его старший товарищ Усик, но он тоже отлично меняет углы и всегда находит возможность ответить на атаку оппонента двумя-тремя ударами. Второе – это дистанция атаки. Александр выше Артура, его рост 189 сантиметров, размах рук 192 сантиметра. У Бетербиева рост 182 сантиметра и 185 сантиметров размах рук. В боксе это достаточно существенная разница, если только ты не качаешь маятник, как Майк Тайсон. Артур этого не делает. Учитывая еще и тренера Гвоздика Тедди Атласа, который известен своим прекрасным тактическим мышлением, я уверен, что главной задачей на первую половину боя для Усика станет максимальное сдерживание соперника на расстоянии, активные передвижения и одиночные контратаки. В случае успеха Гвоздикс включится в активную работу первым номером после восьмого раунда, когда Артур будет уже измотан. Чем же может взять Бетербиев? Первое – это психологическое преимущество. Все же Артур уже побеждал Александра, и это может сказаться на ментальном настрое украинца. В истории бокса практически никогда боксер, который проигрывал сопернику по любителям, не мог взять реванш в профессионалах. За примером далеко ходить не надо, Шейн Мозли и Вернан Форест не дадут здесь соврать. В данном случае Артур в любителях даже не заметил Гвоздика, одержав досрочную победу во втором раунде. Но то был совершенно другой Артур и другой Гвоздик. Второе – это недюжинная сила. Бетербиев настоящий монстр в этом дивизионе, и даже тяжелая сгонка веса не истощает чеченского спортсмена. Так что если Артур попадет, мало Гвоздику не покажется. Тем более, что нокаутировать Бетербиев может в любом раунде. Однако в данном поединке Артуру нужно будет в корне менять устоявшуюся тактику боксера, который бьется в открытую и пытаться сковывать движение Александра уже с первых минут, постоянно оказывая на него давление. Раньше Артур был на это способен, но это было 10 лет назад. Несмотря на то, что это очень тяжелый бой для прогнозирования, поскольку у обоих спортсменов есть абсолютно реальные шансы на успех, я все же рискну предположить, что в данном противостоянии победителем выйдет украинец. Он быстрее, выше, подвижнее, проверен на серьезной оппозиции в профи, у него не было тяжелых судебных тяжб и сейчас он переживает свой пик. Артур же после изнурительной психологической нагрузки, связанной с разрывом контракта с Ионом Мишелем, трудностями работы с темповиками еще в любителях, а также тактикой, которую он демонстрирует в последних боях, видится непроходимым соперником для Александра Гвоздика, которому нужно будет очень внимательно смотреть на всей дистанции боя и, тем не менее, наш прогноз победы Александра Гвоздика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok